Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Как только я начинаю новый влог, обязательно кто-то что-то начинает сверлить. Вот, девочки, проснулась я, выспалась в хорошем настроении сегодня. У меня сейчас куча дел, я уже с утра начинаю думать, что вперед сделать, что куда. Вот, ну и что я сегодня хочу приготовить. У меня сейчас уже разморозилось мясо, там свининка у меня. Я решила сделать соус. Все-таки, думаю, немножечко надо, вот как вы знаете, второе, полупервое. Совсем первое вот не хочется, думала, может, больше сварить. Нет, как-то вот что-то хочется, и ни второе, ни первое. Ну, в общем, в конце концов, решила сделать соус. И я его буду делать в мультиварке, потому что мне над ним стоять, вот тут вот наблюдать, как бы нету сейчас времени, есть еще какие-то другие дела, нужно там видео закончить. Вот, поэтому буду вам так чуть-чуть показывать, что я там делаю. В принципе, вы все уже знаете, что я делаю. Вот, ну а в дальнейшем, когда я сейчас вот закончу какие-то домашние дела, мне еще нужно сбегать в магазин, и там тоже нужно кое-что купить, потому что я еще хочу сделать на ужин индейка у меня есть. Вот тоже надо, кстати, ее достать с морозилки. Я хочу сделать ее с соевым соусом, но у меня дома соевого соуса нет, он закончился. Если я его куплю, то тогда я, значит, сделаю еще и вот индейку по-китайски с соевым соусом. Покажу вам как. Ну вот, девочки, я все подготовила на соус. Свининка, мякоть я уже нарезала кубичками. Сейчас еще морковку с луком нарежу. Все это обжарю на режиме жарко 10 минут. К тому времени я уже подготовлю, порежу картошечку, болгарский перчик, помидорчик. Все это закину, залью водичкой. И будет у меня все это вариться на медленном огне или тушиться в мультиварке. И в конце зелень, соль, перец добавлю. И все. Ну, тушение, если тушение, то на час поставлю. Девочки, у меня вот эта новенькая лопаточка от Фаберлик, ложечка с булочками. Ее, оказывается, так здорово переворачивает вот это все. Она прям переворачивает. Это удобнее, чем лопатка. Я вот даже не знала. Сейчас взяла, попробую. Она мне нравится. Так, ну вот у меня немножко режим обжарки. Сейчас он заканчивается. И тогда я туда уже закину остальные овощи. Девочки, выглянула в окно. На улице что-то так жарко. И даже дома жарко. Ну, только ветерок дует. Ну, прямо летняя погода. Пока вот солнце припекает, солнышко высоко. Я не знаю, прям по-летнему хочется одеть. Бриджики, футболочку. Даже в кофте я запарюсь. Конец сентября. Вообще что-то непонятное с погодой происходит. Ну, а ветер такой. Дует периодически нормально, сильный. Вот, но теплый. Ну, все, девочки. У меня уже мой супчик. Я уже не знаю, как его называть. Соус. Скажите, нет, это не соус. Это какой-то суп. Пусть будет суп. Мне без разницы. Главное, чтобы вкусный был. Короче, он у меня уже готов. Все, я уже выключила. И отправляюсь в магазин. Девочки, мне так жарко дома. Выглянула в окно. Все равно жарко. Вот я смотрю, там вроде бы показывают нам прогноз 24. Мне кажется, там уже намного больше. Так что я вот одела, кстати, новую вот эту блузочку, что мне дочка задарила. Она такая вот хлопковая. Все. Ну, и бриджики. И сандалики. Вот так вот я сегодня. Короче, лето еще не закончилось. Лето еще продолжается. Пользуюсь моментом. Ниночки, слышите, ну ветерок дует. Ну, вообще-то тепло. Я смотрю, люди многие одеты в кофточках. Ну, в принципе, можно и в кофте, в общем-то, не запариться. Такая погода. Ну, мне не холодно, мне хорошо. Девочки, опять я с полными сумками пришла. В общем, короче, купила картошку, она у меня закончилась. Помидорчики, болгарский перчик, нектарины. Так, а здесь что я взяла? Сыр. Вот такой сыр. Сосиски взяла две пачки. Там по акции один плюс один. В общем, хорошая скидка. Вот. А вот скумбрию мне захотелось, девочки. Я решила сейчас на обед поесть скумбрию с картошечкой. А соус или супчик этот оставить на потом на ужин. Потому что я рыбу на ночь не ем. Можно было бы рыбку на ночь поесть. Но потом у меня тюкшее лицо будет, поэтому лучше поесть сейчас. В общем, сейчас подумаю. Так, ну и что я купила? Купила же я соевый соус. Но я индейку пока с соевым соусом немножко отложу на попозже. Не буду сейчас ее готовить. У меня сейчас есть такие сосиски, рыба. В общем, и супчик, много чего. Взяла кофе по акции. Вот когда по акции большая банка за 300 рублей, самая выгодная. Такая огромная банка, 190 грамм. И стоит она 299,99. Ну, короче, 300 рублей. Это выгодно. Самая выгодная банка. И я беру такую. Так, ну, взяла молоко. Беру, обычно часто беру такое в тетропаке, которое долго хранится, потому что если я не планирую сейчас его готовить, я не знаю, когда захочу. Но надо, чтобы оно просто было все время. Так, что еще взяла? А, ну вот такой шоколад я люблю с миндалем цельным. Такой вкусный. Вот эти вот орехи прям полезные. Ну, на сладости, когда хочется, вот беру шоколадку там. Три таких квадратика, съем и все. Так, ну, для индейки нам соевый соус. Еще понадобится кетчуп. Я взяла обычный кетчуп. Без всяких там замысловатостей. Вот, так, ну все. Пора уже покушать. Кстати, девочки, на улице прям такая теплынь. Я бы даже сказала, прям жарко мне было. Вот я шла с сумками уже. Ну, вообще, на самом деле, знаете, вот не холодно, не жарко. Ну, прям, знаете, когда летом комфортно, 25 градусов температура, вот сейчас там то, что 25, это и есть. При том, что такой ветер дует, ну, можно сказать, не слабенький. Я поэтому не стала ничего на улице снимать. Я только включила камеру, уже мне волосы уже так, ух, полетели. Вот, и я правильно оделась. Я очень, даже очень хорошо правильно оделась. В бриджиках, в сандаликах, вот такой в легкой блузочке. Люди там, смотрю, большинство, они в кофтах, в таких вот свитерочках. В общем, я прям смотрела на них с сочувствием. Я представляю, как им было жарко. Ну, у нас, знаете, так принято. Утром сейчас холодно, вечером холодно, днем жарко. Вот не знаешь, что одевать, и какая погода на сегодня будет. Вот, ну, я недалеко от дома отошла в магазин, поэтому я оделась легко и хорошо. Прям, если бы не ветер, было бы сейчас прям, можно было бы сказать, лето. Все, даже вот, не знаю, что сейчас конец сентября. Ладно, меньше болталки. Это и люблю поболтать с вами. Кушать уже хочу, надо поесть. Вот ради чего я решила сегодня не делать индейку. Смотрите, скумбрия, это же вообще вкуснятина. И вот картошечка у меня была в мундире сварена, я немножко обжарила ее с помидорчиками. Огурцы я сейчас есть не буду, потому что я пила молоко сегодня. Доброе утро, мои хорошие. Проснулась я ни свет, ни заря. Короче, вчера вечером уже ничего не стала снимать, потому что уже ничего вчера вечером и не делала. Вот. Не могла долго уснуть, а проснулась рано опять. Но у нас такой ветер, это я думаю, что может быть все-таки из-за каких-то погодных аномалий у меня. И прошлая ночь какая-то была недоделана. И это тоже. Вот. Ну, я сначала встала. Вроде кофе без кофеина попила. Думаю, нет, еще посплю. Легла, лежала, лежала, но не могла уснуть. И, короче говоря, уже психанула, встала. Думаю, ладно, сейчас кофе тогда нормального попью с кофеином. И тогда уже буду что-нибудь делать. Так что я сейчас кофе допиваю. Девочки, я решила сейчас капусту потушить. Я что-то сегодня на завтрак хочу капусту тушеную. Сосиски купила, с сосисечками сделаю, в общем. Вот. Потом стирочку запущу. Пропылесосить, может быть, пропылесосил. Ну, короче, что-нибудь сейчас начну делать. Потому что, знаете, так сидеть тупо, ничего не делать, это как-то скучно. Вот в чем преимущество все-таки человека, который живет один. Я могу в любое время суток начать, в общем, свою бурную деятельность. Я не могу. Я так подумала-подумала, посидела. В общем, какая моя бурная деятельность? Капусту потушить, стирку запустить, пропылесосить, в общем-то. Уже сейчас вот телевизор там или что-нибудь включу, чтобы какой-то был фон. У меня утро началось, вообще уже сейчас полшестого, да нет, уже даже шесть часов. На улице уже расцветает, так что все уже нормально. Стиральную машинку не беспокойтесь, я включу на бесшумный режим, ночной режим. Пылесос у меня бесшумно работает, так что все можно делать. Сейчас буду делать и потихоньку что-нибудь буду снимать по чуть-чуть. Хотела кое-куда я утром сходить на одно мероприятие. Меня бабушки позвали, там у них сегодня хор. Сегодня день пожилого человека. Вот, так что мой день сегодня тоже. Ну, я вроде как бы тоже уже отношусь, наверное, к немолодому человеку, наверное, да. Вот, так что, в общем, начну шуршать. Вообще вот этот ветер, который дует, он такую пыль надувает на подоконнике. Я вчера вытерла, я сегодня уверена, там опять тоже пыль. Вот, так что есть чем заняться мне. Ну, а пойду я на хор бабушек или не пойду, это как раз у них в 10.30 этот будет хор. Я не знаю, потому что у меня к этому времени обычно, как бывает, закончу все работы, позавтракаю, лягу, бывает и усну. Ну, если спать не будет хотеться, то я схожу. А если уже буду вся вот эта вот кунять, то тогда куда деваться, тогда не пойду никуда. Пока в себя, в чувства не приведу. Вот, ну ладно, сейчас допиваю кофе и начну. Сейчас немножечко обжарится лук, чуть-чуть, чтобы он просто стал прозрачным хотя бы. И тогда я уже туда закину капусточку. Так, уже можно кидать. Капусточку уже нарезала, еще потом подрежу сколько нужно. Ну, и белье у меня уже стирается. Вот, девочки, капусточка у меня уже немного подрумянилась. Вот только тогда, когда она подрумянилась, тогда только можно уже заливать томатом. Вот она уже румяняненько, видно. Ну, и вот томатную пасту. Я столовую ложку томатной пасты на полстакана воды размешиваю. И сейчас вот это все зальем. Ну, и сейчас немножко потушится. Можно будет добавить сосиски, посолить, поперчить. Лавровый листик уже можно кинуть. Ну, вот и все. Я все уже закинула. И теперь надо накрыть крышкой, и пусть немножечко потушится. И готово. Ну, вот и стирочка моя подходит к концу. Осталось 14 минут, и уже можно будет белье развешивать. Класс! Ну, вот я и управилась, девчата. Еще 9 часов нету, а уже все. Я даже искупалась. И полы помыла, и пыль повытирала, пропылесосила, постирала, приготовила капусту. Что умница-красавица? Сама собой довольна я, не могу. Вот, сейчас скоро уже буду завтракать, капусточку поем. Ветер там разбушевался, тут у меня вытяжка клацает. Не обращайте внимания, если посторонние звуки. И музыку соседи включили. В 8 часов уже я слышу, как у меня тут громыхают стены. А вы переживаете, что я соседи бужу. Они меня могут разбудить, если я сплю. Вот. Ну, все, девочки, позавтракаю я. Я прилягу отдохнуть чуть-чуть. Ну, вот я не знаю, дальше я пойду куда-то сегодня или нет. Но я уже посмотрю по своему состоянию. Если мне захочется спать, то, конечно, я никуда сонная не пойду. А если спать не захочется, может, и схожу. Буду держать вас в курсе. Вот такая вот куснутища у меня получилась. Все, капусточка с сосисками. Ой, пахнет очень вкусно. Девочки, я все-таки решила сходить. Я не уснула, все нормально. Ветер сильный, звук, наверное, будет плохой. Поэтому я буду меньше болтать на улице. Тем более я уже опасно, вроде как. Вот, поэтому бегу. Девочки, такая пылюка. Я даже, вот хорошо, что одела с капюшоном кардиган. Иногда иду и просто прячусь от пыли. Пыль несется вместе с ветром. Вот такой кардиганчик у меня. Он легкий, а внизу футболка. Но я вам хочу сказать, не холодно. Хотя и пасмурно. Но температура нормальная еще. Где-то 22 примерно градуса. Так, ну все, я приближаюсь уже. Ну вот, я пришла. А тут закрыто. Написано, библиотека не работает по техническим причинам. Все, дверь закрыта. Свет там не горит. Значит, все. Значит, все. Коронавирус все позакрывал. Ну что, мои хорошие. В общем-то, я пришла, как обещала. Но оказалось, там дверь закрыта. Видно, вот это вот позакрывали сейчас библиотеки. И там спортзал и все такое прочее. Ну, в общем, а что мы хотим? Мы хотим, конечно, чтобы все было открыто. Но не все получается, как нам хочется. Ладно, не будем отчаяться. Я думаю, что еще придет время. Нас пооткрывают. Всех пооткрывают. Мы еще увидимся. Телефон, тем более, я оставила. Если что, мне прозвонят. И расскажут, подскажут, когда можно там подойти. Ну все, идем дальше. Пойду сейчас в магазинчик зайду. У нас тут в подвальчике есть небольшой рыночек. Его спрятали под магазин, подвальчик. И вот тут у нас продают сельмак. Молочку. Может, творожок сейчас куплю. Вот такой у нас там внизу рынок. Пойти пройтись, что ли. Фрукты, овощи. Хоть зимой, хоть летом все в подвальчике продается. Так, что тут еще? Есть. Рыбная продукция. Игрушки всякие, вещи. В общем, и продукты, и вещи. Все, что хочешь есть. Там еще дальше коридор длинный. Так, творог 5%. Да, я смотрю. 5%, 9%. 15%, 125% и 250%. Ага. Так, ладно. Сейчас, наверное, возьмем. И сметанка, да, разных процентов. 20%, 25%. Хорошо. Девочки, пришла домой. На улице снимать невозможно. Ветер очень сильный. Короче, взяла я на этом рынке творог. Там женщина продает у нее свои коровы. И вот этот вот творог я взяла прям такой, попробовала. Хороший, вкусный. Килограмм творога 200 рублей стоит. Правда, процент я не знаю. Но он не обезжиренный, это точно. Обезжиренный отдельно у нее. И взяла я самую-самую свежую сметану, которая еще не загустела. Через сепаратор она вчера вечером прогоняла. Вот это еще прямо такие сливки, которые, знаете, потом превращаются в сметанку. Но я люблю, когда еще они жиденькие. Я такие в деревне ела еще в детстве. И прям помню. Люблю вот это, люблю. Взяла еще там на рынке нектаринчики. Тоже такие хорошенькие, мягкие. Должны быть сладкие. Ну что, девочки мои хорошие. В общем, ждала я, конечно, сегодняшнего дня для того, чтобы все-таки пойти, посмотреть на бабушкин хор. На хор бабушек, точнее сказать. Вот. Но, видите, у нас ввели ограничения. И, в общем, они закрылись. Не знаю, на какой срок. Но у меня другая радостная новость. Вот сейчас только что по телефону общалась я с руководителем гимнастики. Я вам говорила, рядом у нас есть небольшой такой маленький спортзал. И там, в общем, есть упражнения для здоровья, для спины, для суставов и так далее. Вот, в общем, такая группа. Вот набиралась она на октябрь. И, в общем, с завтрашнего дня уже пригласили нас туда прийти, познакомиться. Ну, взять спортивную одежду, что-то, может быть, попробуем, посмотрим как. Ну, меня это немножечко обрадовало, окрылило, так сказать. Я надеюсь, что, может быть, я все-таки буду ходить туда на эти занятия. Вот. Ну, а так как я на хор на этот не попала, ну, чтобы не зря, как говорится, выходила я из дома, зашла, девочки, в фикс прайс. У меня уже был небольшой список написан, что мне нужно купить. Ну, в общем-то, я вам покажу, что я, в общем-то, купила. Купила, девочки, вешалки опять. Потому что вешалок мне не хватает. Вот по пять штук. 77 рублей стоит пять штук. Ну, они вот эти вот антискользяшки. У меня пять вешалок не хватает. У меня уже идет заказик Василек. Кстати, я там заказала несколько костюмов. И потеплее костюмы, и полегче костюмы, чтобы мне было в чем заниматься. Потому что я посмотрела, у меня, в общем-то, спортивные костюмы там кое-что есть. Но что-то мне мало немножко, там тесновато. Что-то по цвету не очень подходит. Ну, в общем, короче, я надеюсь, что что-то из того, что я заказала, все-таки подойдет мне и для спортзала. И для улицы занятия, и для спортзала. В общем, будем ждать. Но я посмотрела, что у меня вешалок свободных, и нету там. Поэтому я заказала, пусть уже будут вешалки, чтобы я могла отпаривать белье. Ну, обычно штук пять мне требуется для этого. Ну, и так кое-что повесить, то, что там уже не помещается. Девочки, посмотрела я фикс прайс дочки. Я увидела у нее такие носки, я на себе взяла. И я взяла тоже такие. Но она их померила и сказала, что они хорошие. В общем, действительно, они такие мягкие, в общем, хорошие, тянутся. И, в общем, я взяла две пары. Розовенькие и голубые. Ну, потому что у меня в основном розовая одежда, голубая одежда. Может быть, одна пара будет здесь, другую с собой. Туда к дочке заберу. Ну, посмотрим. В любом случае старые носки можно уже выбросить, распрощаться с ними. А новенькие носочки будут у меня теперь. 99 рублей стоит одна пара. Еще, девочки, взяла я вот эти вот салфетки. Это набор тряпок из микрофибры. Вот их здесь пять штук в наборчике. 55 рублей они стоят. Девочки, очень классные тряпки. Я не знаю, я брала уже как-то их себе. Дочка брала. У нее уже закончилось. Там последнее, наверное, осталось и все. Но они такие классные для кухни. Просто вообще незаменимые. Во-первых, они легко стираются. Они хорошо собирают воду. Протирать под посуду помыла. Я, например, раз там протерла сковородку, кастрюльку. Все. Но она уже сухая. Стол протирать. Все. В общем, классные. Ну, и у меня уже тоже они заканчиваются. Я поэтому взяла, потому что, чтобы они были. Дочке говорила, возьми, возьми. Но она, я смотрю, последний свой, уже как покупочку последнюю, не видела, чтобы она их показывала. Поэтому я, наверное, с ней поделюсь все-таки. Еще, девочки, я взяла вот эти вот салфетки. Вот такая вот огромная пачка. Здесь 180 штук. Вот это вот я открываю, отсюда их вытягиваю. Салфеточки очень классные. 55 рублей стоит вот эта большая упаковка. Ее надолго хватает. И вот у меня предыдущая упаковочка заканчивается. И вот я прямо уже пристрастилась к этим салфеточкам. Мне кажется, это вот недорого. 180 штук и недорого. 55 рублей. Так что вот взяла еще одну пачечку. Еще взяла, девочки, вот такие контейнеры. Тоже у дочки моей такие контейнеры есть. Но она там для Денни складывала мелкие вот такие вот игрушки, которые миленькие. И также вот какие-то контейнеры в холодильник. Очень удобно. Во-первых, один на другой ставится и мало места занимает. Тоже контейнеры по 55 рублей. Вот так поставили в уголок куда-то в холодильник. Очень вместительные и место немного занимает. Но еще у меня в морозилке есть вот ягоды замороженные. Они в кулечках, в пакетах. И вот мне, честно говоря, есть желание их тоже положить вот в эти контейнеры. И поставить в морозилку. В общем, короче говоря, нужная вещь в хозяйстве прямо пригодится. Очень хороший контейнер. С крышками, да, то, что нужно. Еще, девочки, взяла я букет перцев. Вот такую вот, по-моему, такая же упаковочка у моей дочки есть. Кстати, вот я вам говорила, когда я готовила у нее, я вам говорила, да, что покупали в фикс-прайсе, и они мелкого помола. Вернее, как мелко очень мельница эта мелит. Вот это вот мельницу, которую я покупала в пятерочке. Ну, так, тоже там все перцы, по-моему, у меня. Там идет помол крупный. А вот это вот здесь как раз вот так вот крышка открывается. Вот она. Вот. И идет прям мелкий-мелкий помол. Здесь мельница немножко какая-то, вот она чуть-чуть другая. Видите, какая она внутри. Прям хочется попробовать мне. Сейчас попробую чуть-чуть. Да, она мелко мелит. В общем, взяла себе такую, чтобы было миленького помола. Ну, 50 рублей стоит вообще классно. Нормальная цена вот для такой вот большой баночки, можно сказать, перцев. Ну, и еще, девочки, взяла вот такую вот я расческу. Стоит она 99 рублей. А эта расческа мне нужна тоже. Я как это у дочки что-то такое увижу. И раз, мне тоже надо, и мне тоже надо. Но это действительно, на самом деле, надо. Я, честно говоря, не люблю в фикс-прайсе покупать то, что мне не нужно. Я не хочу тратить деньги на ненужные какие-то вещи, которые потом буду выбрасывать. А вот это нужно. У нее такая расческа есть. Я вот такую себе тоже взяла. Это когда я сушу волосы. Вот волосы мокрые, и очень удобно они вот так вот поднимаются, и все. Через них хорошо воздух продувается, и можно завернуть как-нибудь вот так вот и сушить. Вот так приподнимать, и другая сторона для коротких волос тоже, чтобы сушить. Очень удобная вещь. В общем, такое взяла. И, кстати, я заметила расчески, где вот такой вот наконечник есть такой. Знаете, тут вот как сказать, притупляет, да, вот эти зубчики. Вот тогда вот эти вот притупленные, как это сказать, вот эти вот кончики, да, кругленькие, закругленные. Тогда волос хорошо цепляется. Когда вот этих кончиков на расческе нет, либо на круглой расчески нет. Плохо тогда берутся волосы, они плохо держатся. А здесь вот хорошо держат вот эти вот как раз и закругленыши. Закругленыши. Я не знаю, как их назвать. В общем, короче говоря, расческа мне эта нужна для сушки, для укладки. Вот, мои хорошие. Все показала? Нет, не все показала. Девочки, туалетная бумага, папия. Ну, я беру ее, часто мне она нравится, трехслойная, 6 рулонов, 99 рублей. Мне кажется, тоже хорошая цена, они очень дорогие. И, в общем-то, я их и зацепила, и прицепила. Все, теперь все я вам показала. Вот, ну все, мои хорошие. В общем-то, вот так вот получилось, что у меня сегодня очень рано начался день. Я утром кучу дел сделала. Я успела уже сходить туда, сходить сюда, в магазин сходить, купить, что нужно мне по списку. И, в общем-то, на этом, в принципе, можно сегодня день уже и заканчивать. Хотя день еще не закончен. Я сейчас как раз буду рыться в гардеробе, но не буду я уже это снимать. Я просто посмотрю, что у меня есть, выбрать уже подготовить спортивный костюм, что я, в принципе, завтра возьму с собой. Сказали взять полотенчика, водичку и спортивный костюм, легкий какой-нибудь такой, футболочка и это бриджики какие-то. И что? Там у них жарко, они сказали. Там у них ковролин в носках. Заниматься спортивная обувь не нужна. Вот, если мне удастся что-то снять, то я обязательно вам сниму. Если удастся, если разрешат, а может скажут нельзя. Ну, в любом случае, я буду вас держать в курсе, я все расскажу, что да как там было. Но это будет уже в следующем влоге. Ну, а я хочу на этом видео свое закончить. И уже следующий влог у меня начнется уже завтра. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok